Президент Кыргызстана Садр Джапаров 28 июня с официальным визитом прибыл в столицу в республику Таджикистан, город Душанбе. В международном аэропорту главу государства встретил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода. На флагштоках аэропорта вывешены государственные флаги Кыргызстана и Таджикистана, расстелена ковровая дорожка, выстроена рота почетного караула. Далее, уже сегодня в городе Душанбе состоялась церемония официальной встречи президента Кыргызстана Садыра Джапарова с президентом Таджикистана Эмамали Рахмоном. Кортеж с Садыром Джапаровым подъехал к дворцу нации, где его встретил Эмамали Рахмон. Главы государств поприветствовали друг друга, затем командир роты почетного караула отдал приветственный рапорт лидерам стран, после чего прозвучали государственные гимны Кыргызстана и Таджикистана. Садыр Джапаров и Эмамали Рахмон прошли вдоль строя почетного караула и представили членов делегаций Кыргызстана и Таджикистана. Церемония официальной встречи завершилась торжественным маршем роты почетного караула, после чего Садыр Джапаров и Эмамали Рахмон перешли во дворец нации для проведения переговоров в формате тет-а-тет. Спасибо, Эмамали Шарипович. Выражаю вам благодарность за приглашение посетить с официальным визитом в Республику Таджикистан. С сожалению, отмечаю, что трагические события 28 апреля текущего года стали днями тяжелых исторических испытаний и скорби. Хочу особо отметить, что обе стороны впредь не должны допустить повторения вооруженного столкновения. Народы Кыргызстана и Таджикистана в издревле являются братскими народами. Кыргызы и таджики всегда поддерживали дружественные добрососедские связи. Уважаемый господин Таджикистан, приветствую вас в Таджикистане. Это наша первая встреча после вашего избирания президентом Кыргызстанской республики. Желаю вам всяческого успеха на этом попроще. Мы придаем важные значения вашему официальному визиту в нашу страну. Искренне заинтересованы в созидательном развитии двустороннего сотрудничества наших стран. Президент Кыргызстана Садыр Джапаров подписал указ о сокращении численности государственного аппарата. В целях проведения оптимизации структуры государственных органов исполнительной власти и управления, устранения дублирующих и излишних функций, а также обеспечения экономии бюджетных средств, предусмотренных на содержание государственного аппарата, руководствуя статьей 71 Конституции Кыргызской республики, постановляется сократить штатную численность администрации президента, министерств, государственных комитетов, административных ведомств, иных государственных органов, исполнительной власти, местных государственных администраций, государственных органов, находящихся в ведении президента до 30%. Начальник Чуйского бассейного управления агентства водных ресурс Руслан Девяткулов освобожден от занимаемой должности. Как сообщает Минсельхоз, накануне 28 июня в ходе совещания Министерства сельского водного хозяйства и развития регионов по приказу директора Алмазбека Сукеева освобожден от занимаемой должности начальник Чуйского бассейного управления. В Кыргызстане за прошедшие сутки выявлено 1092 новых случаев коронавирусной инфекции вне больничной пневмонии, сообщил сегодня на брифинге заместитель министра здравоохранения социального развития у Дугбек-Бектурганов. По его данным, в Бишкеке зарегистрировано 602 случая, в Аше 60, в Чуйской области 177, в Оржской области 47, в Таласской области 15, в Нарынской области 12, в Высокурской области 26, в Джалабадской области 83 и в Баткенской области 70 случаев. Всего за весь период зарегистрировано 123 тысячи 38 случаев. За сутки от коронавируса выздоровели 558 пациентов и 10 летальных исходов. За последние 24 часа по республике вакцинировано 4064 человека, из них второй дозой вакцины привились 860. Как сообщает Миниздрав, всего по республике 109 тысяч 703 вакцинированных, в том числе второй дозой 77 тысяч 390. Главной наградой для врачей являются человеческие жизни, которые они спасают и излечивают изо дня в день. Они настоящие фанаты своей профессии. Ширалы Камчебеков – блестящий врач-хирург Чуйской областной объединенной больницы. В этой сфере он работает больше 30 лет и имеет огромный опыт за плечами. Каждый день он оказывает своим пациентам чуткость и заботу и проводит около 10 операций за день. У каждой сферы есть свои трудности. У врачей-хирургов, когда случаются экстренные операции, нет понятия об усталости. Мы работаем днями и ночами и оказываем пациентам помощь. Мы в наше отделение поступают пациенты из Чуйской области и Бишкека. И всем им мы проводим операции. Всего в больнице насчитывается 16 отделений. Здесь трудятся 850 медицинских работников и 150 врачей. Чуйская областная объединенная больница попала в красную зону из-за вспышки коронавируса. И сейчас на лечении проходит 107 пациентов. 68 врачей больницы работают в красной зоне 14 дней. Значит, там необходимым отношением у нас обеспечение неплохое. Кислородной концентратор около 92 штук у нас есть. Высокопоточный большой объемный кислородный концентратор есть. Аппарат БИПАП и два аппарата ИВЛ. Искусственная вентиляция легких стоит в реанимации. То есть, это для крайне тяжелых больных, которые не могут. У них серьезная дыхательность и недостаточность есть такое. Напомним, свой профессиональный праздник – День медицинского работника Кыргызстана медики ежегодно отмечают в первое воскресенье июля. Салима Дюшембекова, Кельдебек Уланбеков, Исенбек Усенов, СТВ. В Бишкеке сегодня состоялась встреча министра обороны Кыргызстана Талайбека Умуралиева с министром национальной обороны Турции Хулуси Акар, прибывшего с официальным визитом в Кыргызстан. Как сообщает Пресс-служба Минобороны, в своем приветственном слове Умуралиев выразил уверенность, что проведение данной встречи поспособствует плодотворному развитию дальнейшему расширению и укреплению двухстороннего военно- и военно-технического сотрудничества между ведомствами. В свою очередь, Хулуси Акар заверил о том, что Турция в полной мере продолжит реализацию запланированных мероприятий, а также в самое ближайшее время предпримет действенные меры для пошагового выполнения ранее достигнутых межгосударственных договоренностей. В ходе встречи были обсуждены вопросы текущего состояния и перспективы развития военного и военно-технического сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран, а также вопросы оказания минсинской помощи в лечении кыргызских военнослужащих и членов их семей в минсинских учреждениях Турции. В Кыргызстане за минувшие сутки произошло 12 пожаров, сообщает МЧС. По ее данным, в селе Ивановка Сокотинского района сгорело 100 квадратных метров жилого дома. Причина пожара уточняется. Также в селе Кенджикул Карасуйского района сгорело 48 квадратных метров сарай и 5 квадратных метров дома. Причина пожара неизвестна. В целях реализации развития регионов наблюдательный совет развития фонда Чуйской области провели сегодня заседание, где были рассмотрены проекты для расширения районов и ряд вопросов по проблемам, существующим в области. Самой главной и актуальной задачей остается вода. На заседании приняли участие представители совета и новые депутаты местного Кенеша. По регламенту сегодня рассматриваем такие актуальные вопросы, как улучшить качество подачи поливной воды в Чуйской области и финансировать именно в этом направлении приобретение скважин, улучшение условий в этой отрасли работы. Также в этом направлении сегодня работа фонда будет проводить работу. По протокольным решениям было выделено поручение, чтобы в скором случае рассмотреть через фонд развития выделение средств для приобретения насосов и комплектующих именно для скважин и артезианов. На сегодняшний день по проектам фонда развития Чуйской области изначально выделялись суммы 345 млн 34 857 сумм. Из них на сегодняшний день подали на тендер на сумму 283 млн 326 658 сумм. Помимо проблемы орошения, председатели фонда развития обсудили на площадке диалогов и другие задачи о приеме новых проектов на второе полугодие текущего года. На выступление каждый участник дал оценку о нынешнем положении районов. В настоящее время около 16 проектов завершены, 30 проектов сейчас на стадии завершения. Эти проекты по своей сути разные, начиная от ремонта, приобретения, кончая различными мероприятиями, которые необходимы для оказания муниципальных услуг местному населению. Также на заседании был избран новый председатель наблюдательного фонда развития. Присутствующие депутаты местных кенийшей председателей фонда больше всего голосов отдали за Кубата Мамырова. До этого он работал два года председателем городского совета. Канада и Тихоокеанский северо-запад США бьют температурные рекорды. Там столбик термометра достиг 46 градусов, и это самый высокий показатель за 84 года метеонаблюдений. Синоптики говорят о формировании над регионом теплого купола, гребня высокого давления, которое удерживает теплый воздух, блокируя обмен воздушных масс. Все отлежители ищут облегчение на пляже, в фонтанах, на пике жары, в населенных пунктах открыты комнаты охлаждения, там работают кондиционеры, и можно передохнуть в прохладе. Остаются открытыми и торговые центры. В Сиэтле привыкли к дождям, поэтому кондиционерами оборудовано немного частных домов. Активист, выступающий за права чернокожих, привлечен к ответственности во Франции за порчу памятника деятелю времен короля Людовика XIV Жан-Батисту Кальбьеру. Он, в числе прочего, известен своим черным кодексом, позволяющим клеймить и казнить рабов за непослушанием. Франко Лалия оставил на статуе перед зданием Национального собрания надписи обвинения в расизме, залил фигуру Кальбьера красной краской. Ему предстоит заплатить штраф в размере 5000 евро. Использование разных вакцин для первого и второго укола обеспечивает сильный ответ организма на вирус. К такому выводу пришли ученые из Оксфорда после изучения случаев смешанной вакцинации от коронавируса препаратами AstraZeneca и Pfizer. Исследование открывает двери более гибкому подходу, особенно в условиях дефицита определенных вакцин. Ранее санитарные власти США дали добро комбинированным прививкам. Ранее санитарные власти США Ранее санитарные власти США